Привет, друзья! Сегодня мы поговорим об интересном феномене, а именно об оценке звучания акустических систем. В качестве лабораторного экспоната у нас будет японская акустика Pioneer HPM60. У этой модели очень противоречивые отзывы, от отрицающего все добродетели негатива до очень смелого обожания. Давайте ознакомимся с некоторыми оценочными суждениями и узнаем, что о ней говорят бывалые. Я, конечно, имею в виду отзывы в интернете. Начнем с патоки. Легендарная четырехполосная модель из знаменитой серии HPM Pioneer, разработанная бывшим конструктором фирмы JBL, который создал JBL L100. В звучании ничего японского. Типичный West Coast Sound. Не знаю, что тут имелось в виду, но неважно. Колонки воспроизводят звук очень нейтральный и детальный. Мощный, контролируемый бас. Возможность регулировки средних и высоких частот, в зависимости от предпочтений слушателя и акустики помещения. Высокая чувствительность в 92,5 дБ. Хорошо подходят для ламповых усилений. А тут у нас снова бочка дегтя. Никакая акустика фирмы Pioneer не отвечает современным требованиям к достоверности звучания. Как по мне, полная лажа. Их время давно прошло. Дрова дровами. И снова сладкая патока. Еще один человек. Были HPM 60 в связке с Brick 001. Очень жалею, что продал. Более мягкого, насыщенного и обволакивающего ретро-звука ни в каких других связках не встречал. А теперь снова кинжальная атака хейтеров. Мой любимый комментарий. Дрова из 80-х для молодежной вечеринки под Сандру. Под Сандру, друзья. Ну, елки-палки. Как будто это что-то плохое. Друзья, как видим, такая широкая палитра мнений наглядно демонстрирует справедливость моих несколько еретических выводов касательно звучания акустики. Первый вывод. Любая акустика может вызвать диаметрально противоположные оценки. И это несмотря на гениальность разработчика и громкое имя производителя. И даже несмотря на то, что существуют некие общепризнанные теоретические каноны характеристик звукоакустики. Ну, такие как линейность АЧХ, отсутствие окраски, быстрый и точный бас и прочее-прочее. Ну, вы в курсе. На практике же работают лишь персональное предпочтение или, иными словами, вкусовщина. Второй вывод следует из первого. На любую, даже такую противоречивую акустику, как Пионер HPM60 всегда найдется свой почитатель и свой покупатель. Собственно, основную идею ролика я уже высказал, но если вам интересен предмет этих взаимоисключающих оценок, оставайтесь на линии. Дорогие друзья, этот и другие мои ролики имеют текстовые версии, которые я размещаю на своем сайте revintages.com. Ссылка на текстовую версию этого обзора находится в описании к этому ролику. Обычно текстовые версии повторяют содержимое ролика, но зачастую они содержат дополнительные материалы, которые больше подходят текстовым ресурсам. Как правило, я добавляю полезные ссылки, дополнительные графики, диаграммы и фотографии и снабжаю такие посты дополнительными тематическими роликами. Заходите на мой сайт revintages.com, там есть что почитать. Рождение модели HPM-60 было весьма любопытным. К ее появлению приложил руку инженер Барт Лаканти, который до этого работал в компании JBL. При его участии была выпущена акустика JBL L100, которая является, возможно, является одной из самых популярных акустических систем в мире в своем классе. В 1975 году компания PIONEER наняла Лаканти в качестве вице-президента по развитию и поставила задачу выпустить акустику конкурента, которая не будет уступать, а то и вовсе должна превосходить JBL L100. То есть и джедера заставили бороться с самим собой. Результатом этой борьбы, результатом этих усилий стал выпуск модели HPM-100, которая некоторыми экспертами признается одной из лучших моделей акустики, когда-либо выпущенных компанией PIONEER. Помимо хвалебных отзывов акустика HPM-100 обладала еще одной характерной особенностью – внушительным ценником. Чтобы познакомить более широкие народные массы с удачными технологическими решениями и отличным звуком, было выпущено несколько моделей помладше и, соответственно, подешевле. Вот такой вот уцененной сестрой и является героиня сегодняшнего обзора – модель HPM-60, которая увидела свет в 1976 году и продолжала выпускаться до 1979 года. Сразу скажу, что упомянутых выше моделей ни PIONEER HPM-100, ни JBL L100 у меня никогда не было и послушать мне их не довелось. Впрочем, о старшем брате модели PIONEER HPM-100 мы еще поговорим чуть позже. Из общения с другими энтузиастами я узнал, что эта акустика даже официально продавалась в СССР. Но не везде и не всем. В это сложно поверить, но эту акустику в начале 80-х годов можно было купить за чеки в магазинах «Березка». Автор не бредит, но что такое чеки и что такое магазины «Березка» – спросите у своих старших товарищей. Некоторые источники приводят даже цену в 1200 чеков. Как по мне, так это целое состояние по тем временам. У меня же эта акустика появилась весьма буднично. Я купил ее по объявлению, чтобы укомплектовать свою стереобашню Akai. Но через некоторое время я нашел родные колонки Akai из нужного мне модельного ряда и надобность в этих пионерах отпала. Конструкция. Пионер HPM60 – четырехполосная акустическая система. Акустическое оформление – фазоинвертор. Фазоинвертор находится спереди и имеет декоративные накладки, которые выглядят так же, как и накладки у динамиков. Поэтому фазоинвертор не бросается сразу в глаза. В составе системы трудятся четыре динамика, включая полимерный супертвиттер и 10-дюймовый басовик. Частоты разделения кроссовера – 1200, 4000 и 12000 Гц. Эта комбинация частот многими экспертами признается странной, поскольку такое сочетание порождает горбы в нескольких местах АЧХ. Все может быть. Хотя я думаю, что у конструкторов никаких сомнений в своих решениях не было. Корпус акустики очень добротный и крепкий, с относительно толстыми стенками. На задней панели размещены пружинные терминалы для подключения акустических проводов. Я обычно недолюбливаю пружинные зажимы на акустике, но здесь использована несколько другая модель, которая мне кажется весьма достойной и позволяет подсоединить провод диаметром до трех миллиметров. Помимо терминалов, на задней панели размещены два регулятора у каждой колонки, которыми можно слегка подкорректировать звучание для конкретного размещения или помещения. В легендарной старшей модели HPM100 такие регуляторы тоже есть, но они вынесены на фронтальную панель, что делает их внешний вид, внешний вид колонок несколько перегруженным. Так что тут я голосую за HPM60. Выглядят они более аккуратно. Мощность 60 ватт на 8 омах при частотном диапазоне от 35 до 25 тысяч герц. Очень впечатляющий диапазон и при этом чувствительность у нас 92 с половиной децибела. Не могу не отметить прекрасный внешний вид. Сразу видно, что над этим прекрасным внешним видом работал дизайнер, а не просто инженер. Обратите внимание на классические пропорции и размещение динамиков. Все декоративные накладки металлические и колонка с первого взгляда дает ощущение солидности и дороговизны. Тут я должен отметить превосходный вкус Барта Лаканти, но взгляните хотя бы на его очаровательную жену-астронома. Однако, несмотря на тонкий вкус разработчиков, в дизайне был допущен один досадный компромисс. Корпус покрыт недеревянным шпоном. Увы, это лишь пластиковый винир, хотя и он смотрится великолепно. В сотой модели, в HPM 100 на этом экономить не стали. Отмечу еще, что за все время выпуска эта модель HPM 60 претерпела значительные метаморфозы в дизайне. В моем ролике представлена вторая, улучшенная версия. Первая версия выглядит несколько сиротливо и небрежно по сравнению с броским дизайном второй версии. Звучание Думаю, что ввиду противоречивости оценок, я от общих характеристик откажусь. Хотя, вот отзыв, с которым я бы где-то согласился. Акустика HPM 60 характеризуется жесткой серединой и довольно яркими высокими частотами. Впрочем, вполне сносно будет играть энергичный рок и попсу. Ну да, ну да, друзья, из-за угла уже мило улыбается Сандра. Чужие мнения это хорошо, но и у меня самого есть кое-какой собственный материал. Во-первых, у меня есть ролик со сравнением звучания HPM 60 против акустики Yamaha NS500M. Продолжение следует... А сейчас я включу еще один фрагмент. Я думаю, что у вас будет достаточно материала, чтобы сделать свои выводы самостоятельно. Субтитры сделал DimaTorzok Сравнение с легендой. Ожесточенные споры возникают при сравнении HPM60 и HPM100. Несмотря на то, что это, в общем-то, родные сестры. Ведь последняя, сотая модель, полноценная легенда. А первая, шестидесятая, ну так, тренировочный забег. К сожалению, двух моделей у меня одновременно никогда не было. Да и сотой просто так самой по себе тоже никогда не было. Но поскольку вопрос сравнения этих моделей возникает с завидным постоянством, я приведу их основные различия. У сотой басовый динамик больше. 13 дюймов против 10 у шестидесятой. У сотой модели покрытие настоящим деревянным шпоном. Имеется ввиду покрытие корпуса, а не пластиковым виниром, как у шестидесятой. У сотой модели больше общий объем корпуса. У сотой модели регуляторы вынесены на переднюю панель, а у шестидесятой они сзади. И я считаю, что это решение более выигрышное. Что интересно, противоречия есть даже при сравнении этих, в общем-то, родных моделей. Обратите внимание, при сходной конструкции и одинаковых динамиках, кроме басового, мощность сотой модели меньше, чем у младшей шестидесятой модели. 50 ватт против 60. При этом сотка значительно тяжелее. 27 килограмм против почти 18. Чтобы намотать еще больше противоречий, давайте сравним цены. Сегодня сотая модель относится к некому ценному приобретению. И в моем регионе цены на нее только начинаются с отметки 1000 долларов. Сходная по внешнему виду и такие же старые по возрасту, но обладающие сходными характеристиками HPM60, стоят от 300 долларов, если повезет. Но средняя цена колеблется в районе 450 долларов. Как видите, разница в два раза. Традиционно в своих обзорах я привожу достоинства и недостатки рассматриваемого изделия. Здесь у меня довольно затруднительная ситуация. Дело в том, что я не нашел никаких объективных недостатков у этой акустики. По звуку мы уже договорились. Это вкусовщина. Кому-то понравится, кому-то нет. Зато во всем остальном сплошные плюсы. Проверенная временем модель от фирмы с репутацией. Далее надежная крепкая конструкция с качественными комплектующими. Звука достаточно, чтобы озвучить типичные комнаты в квартирах и домах. Безвременный классический дизайн, который впишется в любой интерьер, а с моими авторскими подставками не только впишется, но и более удачно отстроит сцену. Также имеется возможность легкой коррекции звучания. И самое главное, цена значительно ниже цены моделей со статусом легенды. Из объективных недостатков – пластиковое покрытие с имитацией дерева. Я бы, конечно, предпочел деревянный шпон. Ну и последнее. В качестве заключения, друзья, очень простой вывод. К черту противоречия. К черту чужие сравнения и текстовые описания. Вы достаточно умны, чтобы подобрать акустику себе по душе. Просто нужно слушать и не делать импульсивных покупок. На сегодня это всё. Вы качались на тёплых ретро-волнах канала Добовик. Канал Добовик славен не только пустой болтовнёй, псевдотехнической околесицей, но и не скрываемой любовью к музыке, аудиоаппаратуре и тематическим раритетам. Дизлайк, отписка – вы знаете, что делать. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!